Нас позвали в команду, представители бизнеса, представители органов власти. Мы институтов с катеринологией не владеем. И что нам будет сделать? Первая задача на 5 минут, то есть мы будем сейчас очень трудно работать, вам надо написать, какие действия нужно предпринять, чтобы эта составляющая работала. Да, помним, что у нас общий язык, это устойчивый поток этих клинических плакатов. Да, то есть что нам нужно сделать, чтобы это было? Да, что нам будет сделано для развития этого элемента? Мы только на своем плакате пишем? Пока только на своем. Институциональная среда. Что нам нужно сделать, да? Чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо. Институциональная среда. Просто среда, что ли? Можно просто среда. Ну да, это какие-то внутренние институции, которые должны присутствовать. Хорошо. Смотрите, есть ли открытая какая-то зона, свобода? Это об этом? Ну, в том числе, да. Общее пространство. Общее пространство. Общее пространство. Давайте писать. Кого почерк красивый? У меня нет точно. Давайте я одно слово напишу, и мы, скорее всего, вам передадим. Сейчас давайте удачную еще. Так, карандаш и плакат. Очерновелся. Есть, да? Есть. Есть. Мы не можем. Может быть, у меня тут подричек, по-моему, было. Вот. Там, где была экосистема, не понятно было, что писать. Давайте я штучу. Не проще, если я вот так поставлю и будем прислать с краешка. Так. Что, с перворучкой в уголочке-то? Ну, какие мысли, в чём мы точно совпадали? Свобода? Это может быть как инфраструктурная составляющая, например, условно говоря, должен быть бизнес-инкубатор. Коворкин, инкубатор? Да. Но больше с точки зрения организации. То есть, например, не просто чтобы был коворкин, а чтобы было пространство, в которое можно было прийти 7 на 24 в углы сутки. То есть, нормативка какая-то даже, нормативная документация про правила работы этого. Как вот она сейчас говорила в библиотеках? Да, да. Что-то такое. в то место, где свободно выявить, а вот там что разница. Ну, хорошо. Например, смотрите. Кодекс. Это это? Ну, мне кажется, что если сделать правило, то в этой сфере правило убивает всё. А не правило? Какой-нибудь там, ну, практический кодекс? Ну, а что он там? Ну, то есть, декларацию, например, правило свободы, правило свободного входа, правило вольности какие-то. Открытое пространство для начала. Мне кажется, это должен быть свободный доступ в лаборатории университетские, чтобы студенты могли в любое время прийти и посмотреть, чем занимаются, какие технологии, пообщаться. Мне тоже кажется, что первое – это открытое пространство. Открытое пространство. Так, доступ – это значит вход, как бы, да? Время нахождения, свободное нахождение. Хотя уж просто, чтобы не забыть мысли, да? Открытое пространство. Так. Вне правил вуза пишу. Ну, может быть, даже… Ну, кроме… кроме безопасности… Безопасности… Смотрите, нам подсказывают. Может быть, как открытое общественное слушание, что такое можно было проводить? Что-то привлекать. Что-то привлекать. Как, может быть, это система города или региона. То есть, отраслевая, может быть, какая-то площадка. Давайте писать, мне кажется, уже макера. Давайте, да, да. Называем какую-то. Ну, каждый может из нас. И, если все согласны, то пишем, да? Давайте, раз подсказку принесли, начнем с первого. То есть, проведение полностью открытых мероприятий. Любое мероприятие, которое посвящено предпринимательству, туда могут прийти студенты любых вузов, преподаватели любых вузов, там, и так далее, да? Давайте. Ну, давайте. Ну, это, получается, как… Открытая площадка. Открытая, да. Открытая площадка общения. Пространство, вы хорошие сказали. Площадка, да. Да, да. Пусть синоним угодно. Польшинец. Я знаете, о чем подумал-то? Вот, для того, чтобы это было всем известно, надо какое-то анонсирование, да, связь со СМИ, с порталом. Тогда давайте следующее можно написать. Я вот согласен, что некая единая открытая информационная система в городе, чтобы все могли просто получить в каком вузе, какие мероприятия, какие конкурсы, вот. Причем, ну, не чтобы ты по 10-15 страниц в соцсетях просматривал, а некая открытая какая-то… Вот, смотрите, это то, что мы говорили, давайте напишем, да, неформальные правила между студентцами и сотрудниками… где-то, где я читал… Да, да, да. Выполнение и соблюдение которых обеспечивается всеми сотрудниками… И личный пример. Да, да, да. То есть можно написать, что… Какие-то такие веселые, как-то… Ну, кто-то… Типа лозунгами, как интегрализм… Да, да, да. Какие-то… Пиратские… Кодекс… Формальный кодекс… Не правил, а поведение, да? Кодекс… Или принципы… А кодекс, кстати, это и есть принципы, ведь, как… Неформальный кодекс общения и поведения… Историю успеха… Он некую должен общность создавать этих людей, которые… Да, сделал всех ремонт… Изменение в инстанельную среду… Исторической описылки αναέ liner setspu… Может быть, искать исследователей не только… Что… Это по направлению Бракуза. Может быть, как-то больше… Шире, да? Это точно зanciна, маккуроза должны быть. А, да, да… С предпринимательским сообществом? С предпринимательским сообществом и на эту связь, в отношении или что-то. Может, какие-нибудь дни открытых дверей для предпринимательского сообщества? Ну, чтобы не частные случаи с фангулировкой, то есть я согласен с ними, а в общности это полностью внешняя экспертиза и оценка. Ну, то есть не должны сами преподаватели, которые будут заоценивать, чтобы входили внешние менторские предприниматели. И тогда оно будет развиваться. Тогда привлечение внешних. Ну, просто можно написать внешняя, внешняя, оценка. Экспертиза и менторство. Внешняя экспертиза, да, или оценка, можно в русском как написать. Наставники, сейчас слово хорошее. Вполне русское. Менторы, я говорил, наставники. Пишите наставники наше слово. Кураторы. Да. А то менторы в страну западной села. Что еще? Я западной села. В участии наше участие в участие, в участии на участие, в участии на участие. Что-то предприниматель. Может быть, включать в предметы или как это в курсе включается? Проекты. Проекты, которые варятся вот в этом всем. Возможность инициирования проектов. Ну, ребята же должны понять, ну, как бы, откуда они будут брать это в знаниях, в обучающих процессах. Нет-нет. Эти проекты либо приносят сами предприниматели, либо они зреют вот в этой среде. Давайте еще здесь напишем про... Ну, оно же должно всегда создано быть. Есть открытая площадка, да, общение, что все могут прийти. А теперь, с точки зрения ВУЗа, давайте напишем то, что у нас было 24 на 7. То есть, возможность, возможность работы и общения в любом месте университета 24 на 7 на 365. То есть, вот захотели в 11 часов вечера купить пиццу и сесть в аудитории и что-то поделать? Это возможно. Да. А пока им будут говорить, ребята, в 5 часов, условно говоря, ВУЗ закрывается, да, то... А в 5 только пары заканчиваются, то у них, ну что, это и не будет двигаться. Ну да. А я так и написал вот здесь где-то, вне правил ВУЗа. Безлимит. А, единственное, только правила безопасности нельзя нарушать. Ну, понимаете, теперь мы приходим к тому же заданию, которые будут какие-то показатели, которые будут отслеживать в этом элементе. Ну, то есть, как мы будем верить эти действия, которые вы прописали? А, следующий. А, следующий. Вот здесь, здесь. Вот здесь, здесь. Вот здесь, здесь. Вот здесь, здесь, да? У нас уже на одной власти все. Он остается на работе после снижения, после двойной власти. А что писали бы там же? Если это вылезет за следующего? Ну ладно. А то, что мы видим, мы покрупнее. Не видно. У вас, мне кажется, микрофон тут, да? Ваш микрофон. Давайте закроем. Вот, я говорю, мы не видим тех, на чьих местах движется. Давайте на одном можно покрупнее. Можно первое. Показатель. Смотрите, открытая площадка. Ну, вообще в основном, да. Ну, давайте попробуем. Первое, да, это количество участников мероприятий. Причем отдельно своих. Ну, например, если там у меня, да, МГТУ. Количество людей из МГТУ. И количество людей внешних. Ну, да. Активных участников? Количество участников мероприятий. Да. Кстати говоря, еще активов бы выделил отдельно. Чтобы не отсиденцы же нужны, правильно? Да, тоже так же активно. Активные. Это, например, там техно-отзывы оставляют. Какой-то фидбэк, комментарии. Внешние, внутренние. Про проекты оцениваем. Преподавательский проект. Пусть игровой. В этом мы уже в бою и понимаем, что мы вместе поцениваем. Мы шли очень. Надо оценивать какие наставки. Про проекты. Сгенерированные в ВУЗе и привнесенные со стороны, опять же, да? Как мы здесь совместим. То есть показатель-то правильный, но с нашими этими. Вот единая информационная система. Может быть, здесь имеется в виду, что количество профильных мероприятий в регионе, о которых там есть сообщения. Но тоже можно хоть тысячу и сделать. Может быть, сколько откликнулось на приятие, не может? Охват, да? Охват аудитории, да. Охват аудитории. Охват аудитории. Охват аудитории. Его можно считать. Да, там есть Google Analytics. Можно в скобках написать анализ целевой аудитории. То есть, кто чаще всего в эту систему заходит, кто заходит туда каждый день, кто нам проводит больше времени, меньше и так далее. Самое главное, что этих инфоповодов, да? Ну, информационных поводов, которые там на портале... Ну да, но это тоже можно накрутить. Ну и количество. Ну да, можно накрутить. То есть, какой-то объективный нужен показатель. Ну, вот по кодексу, ну, я не могу придумывать количество нам показателей. Либо его соблюдают, либо нет. А про вот эту вот возможность общения студентов? Объют, да, это... Слушайте, а пусть у нас кодекс будет живой. Пусть приветствуется его пополнение. Пусть люди клеят новые лозунги. Количество принесенных там, не знаю, этих девизов, лозунгов и каких-то норм в этот самый кодекс. Вклад. Вклад. Участников. Как это? Не скорость... Нет, а как это количественно? Ну, не знаю, инициативы. Там те же самые инициативы, принесенные в дополнение кодекса... Количество инициатив, да? Там скобках правил каких-то, еще что-то такое. В кодекс. Включен кодекс. Вот здесь вот можно сделать показатель. Он не в прямую будет, но тем не менее. Это количество... А? Площади можно? Нет, даже не площади, а количество людей, пришедших в университет в воскресенье и после 22.00. То есть, востребованность, надо понимать этого показателя. А то мы, например, открылись все двери, да, говорим, приходите, ребята, воскресенье, 1 января, в 12 часов ночи. А никому это не надо. То есть, надо понимать, насколько то, что вы сделали, востребовано. А знаешь, как можно? Можно доли коленингов, которые проводят в вузовских, не в каких мероприятиях обязательно, и сколько там. И мы получим эту активность. Доля активности. Доля активности. Доля активности. Не активности, даже как это... Времени, да? Доля... Доля времени, да. Времени, проведенного... На посещение обязательных занятий. И нахождение тильда факультативных. Ну вот здесь вот просто тильда, да. А, ну все. Обязательных можно здесь сокращенно. Просто обязательных занятий, факультатив, факультатив, и за рамками работы университета. Ну традиционное время работы. То есть, как вот оно распределяется, да, например, и динамику смотреть. Вот это у нас больше всего, да? Да, это больше всего. Что людям нужно... Им нравится вузовское пространство, и они хотят с ним проводить время, даже когда, ну все уже закончилось. Вот это, знаете, о чем можно много что предложить, да? Во-первых, можно... Доля проектов, прошедших экспертиз, вот у нас со внешней... Да, успешно прошедших, например, для... Да просто даже экспертизы, а что вообще экспертизы? Ну да, может даже негативно, но тем не менее. Доля проектов, прошедших экспертизы... Еще знаете, есть такое предложение? Можно смотреть кворум, да? У нас же как бы эксперты, они же вот собираются, да? Иногда бывает так, что там есть... Записных, допустим, было 50 человек. Да, да, оценка кворума. Да, да, да. И так, что элементы... Ваши или второстепенные? Ну, то есть, вот, это критически важно, правильно? Да, да. Что у нас? Еще раз. У нас только, знаете, этих нет еще... Ну, скажем так, инвесторов, что ли. Ну, допустим, они же предприниматели, да? Властей у нас как-то здесь нету. И бог с ним, наверное. А давайте возьмем другой руку. Каждый показатель – это важно или второстепенно? Давайте мы просто кружок – квадрат. Условимся, что кружок – это важно, а квадрат – это второстепенно. Количество участников мероприятия. Доли важнее. Хотя количество тоже. Спасибо. Ну, доля проектов прожить, наверное, главная, самая важная. Ну, да, да. Она показывает, что проекты есть. И что они движутся, развиваются, да. А, смотрите, не только доля, доля и количество. Ну, допустим, проектов два. Из них ходил, прошел экспертизу. Много ли это мало? 50%? Это мало. 50%? Ну, понятно. Это важно. Это важно. Вот это – нет. Ну, то есть он, пусть будет, да, но… Это косвенный. Это косвенный, согласен. Это я согласен, косвенный. А вот это, мне кажется, важный. Потому что нужно четко понимать, каким студентам, какого курса, из какого вуза, иначе дальше сложно развивать. Я просто думал, он ведет к этому факту. А вот это просто пенсионный. Вот это я согласен с второстепенной. То есть просто количество аудитории еще не говорит о том, что растет предпринимательство. Может быть, людям интересен лектор, отдельная лекция. А когда мы уже, например, делаем аналитику, где видно, что один и тот же человек целенаправленно пробит на разные мероприятия, значит, он в этом хочет прокачаться. Мы сможем даже это идентифицировать, да? Да, по аналитике, да. Но у нас охвата аудитории, это идет единственное. Это только это самое, это анонсы. Я думал про анонсы. Не, ну здесь же может быть... А получается, а вот отслеживание людей у нас... А это вот, смотрите. Давайте сделаем вот некую стрелочку, что это важно, ну просто как стрелка связать, что это одно из другого. Здесь на самом деле можно отследить, то есть если он видит что-то, по переходу на ссылку...